всем здравствуйте добрый день я приветствую вас на своем канале я нахожусь на мой взгляд в очень интересном месте давно хотела сюда приехать давно планировала наконец осуществила несмотря на погоду я нахожусь на улице матросская тишина наверное все знают что находятся на этой улице какие здания находятся на этой улице но прежде всего эта улица известна всем тем что здесь находится следственный изолятор матросская тишина иными словами тюрьма известная с таким названием но мне захотелось вам рассказать и об этой улице и о том что здесь еще находится кроме тюрьмы и почему так называется тюрьма и эта улица поэтому я приглашаю вас на прогулку сама улица матросская тишина находится в районе сокольники она проходит между улицей до стелла и улицы стромынка и ближайшее метро здесь сокольники сейчас мы с вами как раз проходим вот с левой стороны это институт вот это справа слева находится екатерининская богодельня она выходит на стромынку одну одним одной частью и вот это длинное длинное здание это екатерининская богодельня здесь сейчас находится институт далее по улице по левой стороне находится психиатрическая клиника имени дилеровского я они позже расскажу пока вы просто я вам хочу чтобы вы отметили где что находится здесь а дальше по ходу прогулки я буду вам рассказывать об этих зданиях об этих местах и вот значит слева это была бывшая богодельня дальше находится психиатрическая клиника вообще здесь на этой улице очень так все компактно как-то сделано очень много клиник больниц и и тюрьма и карта и храмы и очень так все расположено всего много на одной улице я думаю что у меня будет два видео улица матросская тишина я думаю что в одно видео просто не вми не вместится вся информация и все то что я бы мне бы хотелось вам показать и рассказать почему улица называется матросская тишина но и соответственно тюрьма так называется оказывается еще при петре первом на этом месте располагалась парусная фабрика на которой ткались разные полотна для адмиралтейства и также корабельные флаги на фабрике работали отставные матросы списанные кораблей они жили особой слободой согласно указу императора на данный по данной улице не могли ездить кареты и повозки так появилось название улицы матросская потому что ветераны и инвалиды в основном были матросы тишина потому что улица была тихая так по ней не ездили кареты и повозки в 80-е годы 18 века по указу екатерины 2 парусная фабрика была переведена в новгород но большинство жителей матросской слободы остались на прежнем месте в 1785 году московский главнокомандующий брюс обратился к императрице с просьбой предоставить освободившиеся помещения для организации богодельни которая включала в себя сиротский приют дома для престарелых незлечимо больных больницы для душевно больных смирительный дом с фабрикой открытие такого дома состоялось 1787 году и это богодельня получила название екатерининская как раз вот в начале улицы и находилось здание богодельни сейчас вот с левой стороны там в глубине двора это психиатрическая клиника имени дилеровского после отечественной войны 1812 года в богодельне проживали раненые и увеченные войны участники бородинского сражения в 1818 году по указу императора александра первого при богодельном доме был открыт особый приют для воспитания ста сирот из числа обер офицерских детей здание екатерининского матросского богодельного дома сохранилась сейчас не располагается московский государственный университет приборостроения и информатики адрес этого дома стромынка дом 20 на улице матросская тишина дом 20 расположена психиатрическая больница номер 3 имени дилеровского история первой психиатрической больницы в москве связано с екатерининским богодельным домом гражданский губернатор москвы аршевский ходатайствовал о необходимости строительства в екатерининской богодельни отдельного здания для размещения душевно больных открыта больница была в 1808 году и получила название московский долгаус в 1838 году она была преобразована в преображенскую больницу больница была одним из самых передовых лечебных заведений своего времени с 1978 года больницы носят имя русского психиатра гильяровского ну и естественно самое известное здание по этому адресу московская тишина дом 18 здесь находится следственный изолятор номер один он же матросская тишина история этого заведения тоже была связана с екатерининской богодельни в 1775 году екатерины второй был основан смирительный дом для таких дерзостных куда предполагалось помещать буянов пьяниц для смирения а нищих бродяга попрошая для добровольного или принудительного труда в 1870 году смирительный дом был переименован московскую исправительную тюрьму на 300 мужчин и 150 женщин в 1918 году на базе тюрьмы был создан реформаторий для несовершеннолетних осужденных и затем и строительные колонии на протяжении всего своего существования корпуса смирительного дома достраивались реконструировались перестраивались и теперь в многоэтажных зданиях тюрьмы не сохранилось никаких следов двухвековой старины здание следственного изолятора матросская тишина тюрьмы матросская тишина вы сейчас видите слева от себя вот это длинное желто-белое здание это и есть матросская тишина изначально тюрьма была рассчитана на 450 человек район дальше расширялся хотя здание и становились все более зловещими кроме тюрьмы здесь построили туберкулезную и психиатрическую больницу при советской власти тюрьма стала стремительно разрастаться вначале ее использовали как детскую колонию но сорок пятом году переделали во взрослую тюрьму особо на популярность матросская тишина получила в послевоенное время здесь содержались нацистские преступники и советские ученые из особых отделов мвд после распада ссср матросской тишине побывало немало знаменитых преступников здесь сидели и михаил ходорковский и основатель пирамиды ммм сергей мавроди стандартной камере помещается четыре человека хотя нередко возникают перегруз при этом раз в рассадке узников много ограничений больных нельзя сажать со здоровыми убийц маши с мошенниками резидивистов новичкам каждый раз надзиратели собирают пазл куда посадить очередного прибывшего оперативники ведут серьезную работу чтобы в камерах царил мир и порядок помимо преступных элементов матросской тишине в разное время содержались нефтеропартийные деятели вице-президент ссср янаев член ck болдин и министр обороны маршал союза язов второе важное направление работы персонала тюрем это борьба с запрещенкой узникам постоянно пытаются передать какие-то наркотические вещества мобильные телефоны причем наркотиками пропитывают одежду растворяют их продуктах которые переносят на передачу раньше отловить такое было сложно особенно современное устройство с лежением мгновенно реагирует даже на небольшие дозы запрещенных веществ у матросской тишины серьезная репутация сверх надежной тюрьмы на самом деле из нее сбегали и не раз правда уже в постсоветское время самый знаменитый побег совершил киллер солоник который подкрепил охрану но это был единственный успешный побег еще несколько случаев были раскрыты по горячим следам избежавших ловили в пары суток самым известным вором законе сидевший матроски стал вячеслав иваньков по кличке япончик 2004 году его депортировали из сша в россию из американской тюрьмы алленвуд он уродил прямо в мастер в матросскую тишину в 2005 году он был признан невиновным в инкриминируемом ему убийстве двух турецких бизнесменов и отпущен на свободу ну и кому это интересно я расскажу о распорядке дня в тюрьме подъем заключенных осуществляется в 6 утра отбой в 22 часа спать или лежать на кровати в дневное время строго запрещается о необходимости пробуждения или отхода ко сну узники извещаются звуковым сигналом свет в камерах не гаснет никогда ночью он просто переводится в менее мощный режим меню завтрака обеда и ужина ничем не отличается друг от друга каждый прием пищи состоит из стандартных трех блюд мыться разрешается раз в неделю в бане или душе при этом нужно ложиться в 15 минут прогулки проводятся ежедневно занимают среднем один час обход камер производится каждый день 9 и с 8 до 9 утра ну про тюрьму все понятно есть здесь еще одно интересное сооружение это храм благовещения пресвятой богородицы построен 1906 году для саперного батальона матросская тишина дом 9 после революции храм был закрыт в 2004 году вход входит в патриаршее подворье при штабе вдв храм возвели на средства прихожан и силами военнослужащих в нем разместили доски с именами погибших при выполнении воинского долга герой храм вы увидите в конце видео потому что он находится в начале улицы я как всегда иду наоборот от конца к началу поэтому храм вы увидите в конце ну еще здесь есть более ста лет назад были основаны сокровенческие трамвайно-ремонтные мастерские ныне сокровенческий водон ремонтно-строительный завод улица матросская тишина дом 15 дробь 17 в мастерских работали столярная кузнечная механическо-электрическое автомобильное отделение постепенно не превратились настоящий завод не только ремонтирующий но и выпускающий подвижной состав для городского транспорта в сорок первом сорок пятом годах на заводе производились снаряды сегодня этот завод продолжает также работать все в тех же дореволюционных корпусах сейчас специализации завода является ремонт городских автобусов завод сейчас вы видите справа давайте мы сейчас с вами пройдем вдоль за вдоль этого завода и дальше я вам просто покажу еще пару интересных мест и на этом наше видео прогулка сегодняшний будет закончена давайте пока пройдем посмотрим на этот красивейший старинный завод а и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...